здравствуйте дорогие друзья на библейский портал экзеген пришел следующий вопрос можно ли во время великого поста читать акафисты вы можете неоднократно услышать мнение мирян священников о том что в течение великого поста акафисты не читаются действительно они не читаются в храме если допустим в том или ином храме есть традиция по понедельникам или по четвергам читать акафисты перед той или иконой престой богородицы или сетителю николаю или кому-нибудь еще то эта традиция в дни великого поста упраздняется и и в этот день служатся или какие-нибудь другие богослужения уставного характера или уже не слушаться ничего из этого делается некоторый вывод что ну раз в храме нельзя читать значит и дома нельзя читать но келья устава не знает и если допустим тебе батюшка благословил читать акафист в течение 40 дней эти 40 дней преподают на дни великого поста то нет никаких проблем в том чтобы читать акафисты кто-то скажет я в том числе скажу что конечно же духу великого поста больше соответствует псалтирь она покаянная созерцательная сосредоточенная не такая радостная как акафисты в котором рефреном повторяются радость и невеста не невестная радость и никола радость и спиридоне вообще радость и радость и вообще что за радость в пост негоже в пост радоваться мне кажется забываем евангелие которая читалась за сутки до великого поста о том что если нельзя выглядеть постящимися вот если ты собираешься поститься пусть лицо то будет радостным умой лицо свое одень блистательной одежды и постись перед господом они перед людьми не на показ внешне чтобы получить награду от людей награду славы тщеславия и самопревозношение награду господа бога поэтому радуйтесь друзья мои что получается надо вне великого поста перестать и помнить слова апостола павла всегда радуйтесь непрестанно молитесь всем благодарите нет мы только молимся и и благодарим это молимся больше не благодарим радуемся радоваться будем через 40 дней нет понятно радости имеется ввиду не столько радости плотская физическая восторженно эмоционально сколько радость духовная и вообще словом радуйся в древнем мире использовали пользовались для приветствия мы сейчас говорим привет как дела здравствуйте желаем здравия древности говорили радуйся вот желаю боже благословения желаю хорошего настроения так вот мы читая псалмы можем найти множество славословных хвалительных благословляющих господа бога нашего псалмов они тоже радостные они восторженные они пелись большими хорами они исполнялись на музыкальных инструментах даже переплясывали большинство псалмов они по духу своему и богаче и радостнее нежели некоторые акафисты так что можно читать акафисты дома мы их не читаем допустим только потому что храме не читается но опять же есть суббота акафисты есть день когда даже только великим постом в состав богослужения вводится чтение акафисты ни в какие другие дни поэтому хотя бы вот этот пример должен был остановить тех кто призывает акафисты дома не читать так что если хотите читать читайте но мне кажется можно было бы в дни великого поста глубже познакомиться с псалтирью можно читать по-русски так что было понятно не русскими буквами церковно-славянский текст не транслитерации а именно в переводе на русский язык или на любой другой язык на котором вы думаете на котором разговариваете на котором вам снятся сны это не запрещено я вас уверяю господь полиглот он все прекрасно понимает все что вы скажете на любом языке на любом из языков он все это поймет даже если вы про себя это прочитаете даже если будете читать это сидя или даже лежа всякое бывает жизнь кормящие беременные больные так далее вот пусть господь благословит вас и даст вам силы молиться всегда везде любимы любыми возможными молитвами внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео ваше время ваше время ваше время ваше время ваше время